Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Долс. И сегодня мы с вами посмотрим на новых кукол Integrity Toys 23 года. Что же новенького они для нас приготовили, поэтому наливайте себе чаёчек и устраивайтесь поудобнее. Но прежде чем мы начнем обсуждать кукол, я хочу поделиться с вами новостью. Дело в том, что я выпустила свой журнал. Называется он Бибитаки Магазин и сейчас он в формате электронного. Первый выпуск весна 2023 и он посвящен вязанию для кукол. В этом журнале вы найдете 10 моделей вязаной одежды для кукол Integrity Toys или Барби. Указаны разные размеры, как связать и на тех кукол и на других. В журнале очень подробные инструкции. Я постаралась описать вообще всё, что может вам понадобиться. И каждый этап сопровождается фотографиями. Журнал в электронном виде, но его можно распечатать на бумаге А4. Он сформатирован для двусторонней печати. Стоит такой журнал 750 рублей. И для того, чтобы его приобрести, вы можете написать мне в любую социальную сеть, в какую вам удобно. Внизу в описании я оставлю все ссылки. Например, вы можете зайти в мой чат в Телеграме и сверху увидеть закрепленные сообщения как раз-таки про этот самый журнал. И теперь давайте посмотрим на новых кукол, что же вышло у Integrity Toys в этом году. Самые первые куклы 23-го года. И это куклы из коллекции Basic Edition, то есть базовые куклы Integrity Toys. Их особенность в том, что они продаются в более простых коробках, в более простых аутфитах, с небольшим количеством аксессуаров. И они дешевле по стоимости, чем обычные куклы Integrity Toys. Сама компания объясняет это тем, что такая коллекция удобна для новичков. Если вы хотите попробовать, понять вообще, нравятся вам эти куклы или нет, то можно как раз купить куклу из серии Basic Edition. Они выпускаются для разных линеек. Либо эти куклы еще хорошо подходят для коллекционеров, которые любят шить для кукол, переодевать их. То есть вы приобретаете саму куклу, а аутфит уже создаете сами по своему вкусу. Тираж у таких кукол больше, чем у обычных. И иногда Integrity Toys пополняют эти тиражи, то есть могут выпустить вторую волну одной и той же куклы, если она зашла покупателям, и они могут выпустить еще один тираж. Плюс этих кукол в том, что они доступны не только для членов клуба. Их может купить и любой другой человек. Но для членов клуба, конечно, все равно есть свои плюшки. То есть это ранний доступ к этим куклам. Члены клуба могут купить их чуть раньше, чем все остальные. И первая кукла из коллекции Fashion Royalty. И это потрясающе красивая Наталья Фаталь. В моей коллекции есть кукла Наталья Фаталь. И действительно она очень интересная, с таким стервозным выражением лица. И здесь она тоже с характером. И тираж этой куклы 5000 экземпляров. Называется эта кукла Bombshell Beach. У куклы есть история от Integrity Toys. Наталья Фаталь готова к тому, чтобы ее заметили, поскольку она расслабляется у бассейна на своем любимом итальянском курорте. Одета она в самый дорогой дизайнерский купальник, который только смогли найти ее стилисты. И в конце концов, девушку нужно запомнить, даже когда на ней почти ничего нет. Дизайнером этой куклы стал Джейси Айла. И кукла мне понравилась. У нее загорелый скинтон, называется он Sun Kissed. Длинные пшеничные локоны с завитком. Обожаю эти брови Натальи Фаталь. Они с таким резким изгибом. Глаза у куклы голубые. Макияж нюдовый. И красная помада. К купальнику куклы действительно настоящая бомба. Стилисты ее потрудились на славу. Мне не очень нравятся очки солнечные этой формы. Но сочетание цветов у очков мне очень понравилось. Простые туфли Сабо. Такого красно-розового цвета. Браслет. Лично мне напоминает немножко браслеты Пандора. Может быть еще у кого-то есть такие, состоящие из звеньев. И прелестнейшие серьги золотого цвета в виде морских звезд. И в комплекте с куклой идет подставка. Вторая кукла из линейки Метеор. Зовут этого персонажа Амира Махит. И вот ее тираж уже всего 1500 штук на мир. То есть тираж очень похож на обычных клубных кукол. Называли они эту куклу в позе, как у египтян. И скинтон у нее тоже загорелый. Называется он Light Honey, светло-медовый. Прическа у этой куклы тоже, как у древних египтян. Это мелкие. Похоже на косички, но это заплетено в жгутике. Мелкие жгутики, черные волосы, довольно длинные. Макияж в стиле Нефертити. Голубого цвета тени. С длинной голубой стрелкой на глазах. И нежно-розовая помада. Мне очень нравится купальник у этой куклы. И тело кукол Метеора, оно такое более, не сказать, что пышненькое. Более фигуристое, чем у фэшн-ройалти. И на ней этот купальник выглядит, конечно, потрясающе. Очень необычный маникюр. Тоже в египетском стиле. И у этой куклы две пары ручек. Одни прямые, а вторые жестовые. Маникюр на обеих парах одинаков. Крупные серьги, кольца из золотого металла. И прелестнейшие туфли на танкетке с ремешками и украшенные, кажется, стразами. Не очень хорошо могу разглядеть, по-моему, там стразики. И этот белый купальник с кучей завязок, мне кажется, ей очень идет. Дизайнером этой куклы стал Вон Сойерс. И по легенде она позирует возле бассейна для рекламной кампании и рекламирует большую вечеринку. Увидела в описании, что на босоножках это не страза, а это какой-то голографический материал. То есть они такие переливающиеся. И в комплекте тоже есть подставка. Третья кукла из коллекции Поппи Паркер. Называется она Island Time, время острова. И ее тираж уже 5000 штук на мир, то есть это достаточно большой тираж. Скинтон у куклы называется Венгерский. И ножки у этой куклы под каблук. Мне нравятся ее пышные волосы черного цвета с легким локоном, с легким сгибом. И вообще кукла получилась очень яркая и действительно отпускная. Глаза у куклы Кари подведены черной стрелкой и красно-розовая помада на губах. Одета кукла в платье Бюстье, коротенькое, с очень ярким принтом. Такое платье, в котором можно пойти на пляж или прогуляться по набережной на каком-нибудь курорте. Красивые эмалевые украшения. Это браслет голубого цвета с голубой эмалью и серьги-гвоздики тоже с голубой эмалью. На ножках у куклы босоножки на пробковой танкетке. И сверху материал такой же, как и на платье. И по легенде это продолжение коллекции Palm Springs. То есть мы закончили коллекцию кукол Poppy Parker Palm Springs. Вся та коллекция, которая шла в 2022 году. И теперь она завершает это путешествие небольшим отпуском на острове. Дизайнером этой куклы стал Дэвид Батли. И в комплекте еще тоже есть подставка. Четвертая кукла, тоже базовая, это кукла из коллекции New Face. Персонажа зовут Эрин Салстон. И называется сам выпуск «Ночная прогулка». Она уже с очень светлым скинтоном и таким красно-бордовым цветом волос. Хвост высокий, с начесом. Тоже длинные волосы. Вообще у базовых кукол довольно простые прически. Это сделано тоже специально, чтобы вы могли что-то менять. Тираж этой куклы точно так же 5000 экземпляров. То есть довольно большой тираж. Дизайнером ее стал Джесси Айла. И одета эта кукла в платье, которое уже было в коллекции New Face. У нее есть кукла в этом платье. Платье было в других цветах, и у него сзади крепился еще бант. Вот здесь без банта и в черно-белых цветах. И по легенде, вокруг этого и строится легенда этого персонажа. То есть Эрин вышла в свет в платье своей подруги, но немножко обдавленным на свой собственный вкус. Кстати, черно-белая версия мне нравится больше, чем бежевая-голубая. Макияж у куклы довольно сдержанный. Такие серо-голубые тени и нютная помада. И у куклы видно зубки. Вообще мне очень нравится, когда у куклы Integrity Toys видно зубки. Мне кажется, это очень красиво у них сделано. На ножках у куклы черные туфельки на каблуке. Каблук очень интересный. С таким ромбиком, пирамидкой внизу. И сережки-гвоздики с бриянтиком. Немножко разные цены на этих кукол. На куклу Fashion Royalty и Meteor для членов клуба цена 99 долларов, а для не-членов 115. А вот куклы Poppy Parker и New Face вышли немножко подороже. Их стоимость 110 долларов для членов клуба и 125 для не-членов клуба. Но это еще не все, потому что нам показали еще и набор аксессуаров. Вообще мне очень нравится, что Integrity Toys начали выпускать набор аксессуаров, одежды. Мейвели стали делать это чаще. Потому что так, мне кажется, коллекционирование становится увлекательным и более интерактивным. Набор аксессуаров позиционируется как для кукол New Face, но прописано, что они подходят и для Fashion Royalty. Стоимость его 65 долларов для членов клуба и для всех остальных 80 долларов. Дизайнером этого набора стал Джесси Айла. И в этот набор входит, во-первых, бант, который прицепляется вот как раз-таки на платье кукли New Face. То есть в версии, которая есть у меня, там бант был изначально на этом платье. Здесь вы можете купить куклу и набор аксессуаров и бант тоже прицепить. Также в наборе черные блестящие колготки, сумочка голубого цвета с бантиком, заколка для волос в виде бантика черного с серебром, короткое колье с бриллиантиками, серебряное кольцо с бабочкой. Совсем недавно мы с вами видели это кольцо, правда, на вступительных куклах. Черные кожаные туфли с шипами, в таком рокерском стиле. Пара ручек с длинным маникюром. И еще одна пара ручек с рукавами черными. То есть это все вместе, как черные перчатки. Для членов клуба эти куклы уже доступны для покупки. И я думаю, что к тому моменту, когда я выложу это видео, уже будет доступно для всех. Не знаю, кто из них останется в наличии. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, все, потому что тиражи действительно большие. Маленький тираж только у куклы Метеор. Но это не самая популярная линейка, поэтому, скорее всего, они тоже будут в наличии. Интересные куклы. У меня не возникло желания кого-то из них приобрести. Просто потому, что моя коллекция уже достаточно большая. И базовых кукол я купила только одну. Это была кукла Fashion Royalty. И я взяла персонажа, которого у меня не было. И как раз-таки дополнила ею свою коллекцию. Здесь же из Fashion Royalty это Наталья. И она у меня в коллекции есть. Обзор на нее, кстати, тоже можете посмотреть отдельно. Как и на базовую куклу Agnes, которая тоже есть в моей коллекции. Можете посмотреть отдельно обзор на нее. Сама по себе идея с базовыми куклами, мне кажется, очень удачная. Она мне очень нравится. Это действительно хороший способ потратить не так много денег, как обычно стоят куклы Integrity. То есть чуть поменьше. Где-то в полтора раза. И посмотреть, вообще нравится вам это или нет. Интересно вам это или нет. Либо если вы ищете самого персонажа, саму куклу. И вам, в общем-то, все равно, в каком она аутфите. То это тоже очень хороший вариант. Расскажите, кто вам понравился из этой коллекции. Кто, может быть, совсем не понравился. Кого бы вы хотели приобрести к себе. Кого, может быть, уже заказали. И делитесь своими впечатлениями. Вот так начался клубный год 2023. Будем смотреть, что же будет выходить дальше. И думаю, что нас ждет еще очень много интересного. И если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие новости и еще много-много новых видео.